В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с замечательным антропологом, ученым Виктором Александровичем Шнирельманом. Виктор Александрович только что закончил целую трилогию, можно сказать, о антисемитизме. И последняя часть этой трилогии – это прежде всего об антисемитизме и религии в современной России. И что уж там грехаторить именно о православии. И, наверное, тогда давайте начнем с небольшого видеоинтервью с Юрием Табаком, специалистом по истории религии, в том числе по взаимоотношениям христианства и иудаизма. Но сузим тему. Почему в современном мире, как кажется, именно православие находится в особо контрастных отношениях с иудаизмом, и именно в России православие часто оказывается связано с антисемитизмом? Говорит Юрий Табак. Я бы выделил, может быть, четыре главных причины. Но прежде всего православие – это наиболее, по-видимому, традиционная конфессия из всех христианских конфессий. Православие держится очень крепко за священное предание. И оно, в общем, глубоко анти-иудаистично. А в ряде случаев можно даже назвать их как бы такими проявлениями, если не анти-иудейскими, но приобретающими форму антисемитскими, например, в Гамилях и Анна Златоуста, когда евреев называют не просто врагами Церкви Христовой и так далее, а уже сравнивают их со свиньями. Отказаться от этого не очень просто. Если от этого отказаться, это значит, что православие приобретает некоторые новые черты, когда не очень понятно, можно ли его вообще назвать православием. Второй вопрос – это положение Церкви, которое всегда на протяжении очень многих веков отличалось значительно от положения Церкви на Западе. Церковь в России, начиная с Петра I, она перестала быть самостоятельной. Она занимала место такого департамента в государстве. За все время ее истории не было ни одного официального документа, который бы определял отношение к евреям, религиозное отношение. Третье – это специфическое положение еврейской общины. Все дело в том, что если история еврейской общины на Западе, она насчитывает огромное количество веков, присутствие евреев на территории Киевской Руси, на территории Москвы, это носило в основном такой локальный характер, их было немного. Еврейская община появилась как таковая в России только при Екатерине, когда при разделе Польши, часть Польши была присоединена к России, была черта оседлости. Да, с тех пор существовала самая большая фактически еврейская община в мире. И поэтому, собственно, вот такого взаимоотношения, взаимосвязей православной церкви и еврейской общины, будь то они позитивные связи или негативные связи, по сути дела, вот так никогда не существовало, то есть не выработалась вот такая вот система, историческая система взаимоотношений. Последнее, на чем бы я хотел остановиться, тоже специфика может быть российской ситуации, ситуации в восточном православии в более широком смысле, которая гораздо меньше внимания уделяла историческим вопросам образования. Все дело в том, что на Западе всегда развитие церкви, оно всегда сопутствовало, по сути дела, росту общего образования. Первые университеты европейские, они всегда имели теологический факультет, и огромное количество выдающихся ученых в Средневековье, они одновременно были священниками католическими. То есть рост образования церковного, сознания церковного шел параллельно с общегуманитарным ростом. Восточное христианство скорее уделялось внимания вот такому послушанию созерцательности, и богословским раздумьям, чем самому вот такому вот образованию, не говоря уже о светском образовании. Говорил Юрий Табак. Вы согласны с такой оценкой, как бы сказать, отсталости, может быть, русского православия в сравнении с западным христианством? — Ну, в целом, да. Но дело в том, что православие более консервативно, и более консервативно, я бы сказал, именно в результате истории XX века, в результате того, что случилось в Советском Союзе, в результате гонений на церковь, в результате того, что церковь была маргинализирована, и как бы само развитие остановился, и она просто выживала. — То есть нечего на Златоуста пенять? — Ну, Златоуст, конечно же, подбросил хворост в этот самый огонь. Но опять же, понимаете, я наукой занимаюсь много десятков лет, и поначалу я начал с больших обобщений глобальных, и все. Но чем больше я занимаюсь, тем больше я себя стараюсь останавливать от слишком таких широковещательных и обобщающих каких-то выводов. Потому что, особенно как антрополог, как культурный антрополог, я все время имею дело с разнообразием. И даже в том же православии, если мы возьмем разных священников и разных богословов, мы увидим, насколько все-таки разнообразны их точки зрения, и разнообразны подходы, казалось бы, общим каким-то проблемам. И мне кажется, это очень важно. И в этой книге, в частности, я тоже пытался показать разнообразие. Оно важно, потому что оно показывает, что нет какой-то вынужденной позиции, которая строго определяющая для всех. Всегда есть выбор, всегда есть варианты. Вот это тоже для меня очень важно. Свобода. Да, да, выбор какие-то, пусть даже в каких-то рамках, но все равно в рамках есть варианты. И даже вот та тема, которую мы сегодня будем обсуждать, тема последних времен, тема апокалипсиса, она тоже показывает, что разные священники, разные богословы очень по-разному ее обсуждали и делали разные выводы. Вот это для меня тоже важно. А чуть, может быть, в сторону. Вот сегодня я вас представляю как антрополога и в антрополог. Но ведь мы еще застали время, в 70-е, до 60-е, когда говорили этнографию или этнология, а не антропология. Это ведь совершилась целая, на самом деле, революция научная. На место этно стал человек. Ну, понимаете, тут тоже все не так просто. Потому что, конечно, мы говорили этнография, но по сути мы занимались, в общем, сходными проблемами, и даже и решали их во многом сходно с нашими западными коллегами. И когда я впервые приехал, значит, в ту же Америку, было это давно уже, лет 25 больше назад, и выступал там с лекциями тогда, приходили советологи, значит, посмотреть, вот человек из маркетинской страны, вот как это... И потом с удивлением обнаруживали, что у нас очень много общего. Хорошо, тогда к делу. Потому что... Я скажу одновременно и как священник, и как верующий, немножечко как историк церкви. Потому что в четырех евангелиях по-разному говорится о конце света, об антихристе. И, скажем, в Евангелии от Марка об этом говорится очень кратко, очень мало. И, скажем, антииудейские выпады, они содержатся в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Иоанна, они очень разные, а в Марка опять нету. Разные штуки. Господь Иисус, как часто подчеркивает и богословы, что очевидно любому читателю, очевидно верил в скорый приход конца света. Когда он говорил об антихристе, что было очень редко, он не имел в виду кого-то, кто противоположен ему. Он говорил как бы об антипредтече. Ну, как по-итальянски, антипаста – это не против макарон, а это до макарон. Это рядом с макаронами лежит какая-то закусочка. И святые отцы подчеркивали, что Господь, как человек, был ограничен в своем знании будущего. Поэтому он сам говорил, что время знает только Отец, Ему дано. При этом, видимо, и Иоанн Предтечий, и Господь Иисус, и те, кто о них писали, они вышли из мощной апокалиптической традиции. Существовали, видимо, десятки апокалипсисов до рождения Христа, которые, начиная с книги Даниила, книги Еноха, которые описывали, как будет в конце. Приходит Господь Иисус, и оказывается, что Воскресение, вера в Воскресение, она снимает проблему конца света во многом. Есть апокалипсис Иоанна, но он не читается активно в церкви. И действительно, и вы в своей книге отмечаете, можно быть порядочным христианином и не смотреть каждый день на часы. Короче говоря, как говорил кто-то из великих святых, работать так, как если бы второе пришествие будет через 300 лет, а молиться, как если бы оно состоится сегодня вечером. Не более того, и не искать антихриста. Он нас сам найдет, если понадобится. Но тогда встает вопрос. Для спасителя, когда он говорит о конце света, это во многом использование фигур, речи, метафор, созданных за несколько веков до его рождения. То есть он обращается к напуганным людям на языке этих напуганных людей. Но когда он говорит «подставь щеку», он говорит уже это совсем от себя. Но когда Сергей Нилус, через которого охранка слила и опубликовала в 1905 году протоколы сионских мудрецов, фальшивку составленной по ее заказу русским эмигрантам в Париже, когда Сергей Нилус искал антихриста, он же был искренен, судя по всему. И это колоссальные разницы. У вас в книге перечислены, по-моему, если не сотни, то десятки православных, которые искали антихриста, находили его следы. Сергей Нилус – галоши, фабрика-треугольник, два-три – все, это антихрист, это его отпечаток. Но когда мы говорим «Патриарх Алексий» говорит о конце света, «Патриарх Кирилл», «Аркадий Малер», еще кто-то, они говорят так же, как Нилус, или для них это скорее фигура речи? Вот как на ваш взгляд? Вот это хороший вопрос, но это вопрос, который требует целой большой лекции, потому что тут очень много нюансов. И надо начинать, опять же, как вы начали, с того же Христа и с его… Я не возражаю. …с его фигуры речи, я бы так сказал, потому что тут есть одно, то, на что я вышел, когда я занимался этой тематикой. Вот как понимать его диатрибу, что ли, его выпады против иудаизма? Что это? Это только реальное желание, так сказать… Виктор Александрович, там слова «удаизм» в Писании нету. Есть в Евангелии от Анна об иудеях. Ну да, иудеях, конечно. Но вы же сами в своей книге ссылаетесь на Даниила Боярина, крупнейшего специалиста иудея, причем по вероисповеданию, который пишет, что речь идет о партикулярной партии и о такой космополитической партии. То есть это внутри иудейская политика. Именно, правильно, правильное замечание. В том-то и дело, что это был догматический-схоластический спор, на самом деле, внутри как бы единого поля. Только схоластический не в смысле легковесный формальный. Конечно. Он был очень даже… Очень насыщенный, да. Я сейчас о чем хочу сказать? О том, что называется риторика поношения. То есть, вот, сами нормы того, что сейчас называется диалога, сейчас как бы требуется диалог. Вот то, чем занимается Юрий Табак. Толерантный диалог, значит, между религией. Все. Две тысячи лет назад он был совершенно нетолерантный. Это была, в общем, словесная война или словесная борьба. И надо было, чем больше ты оскорбишь противника, тем лучше. И отсюда вот эта синагога сатаны, и отсюда вот вы дети там сатаны, дети дьявола, и все такое прочее. То есть, это была фигура речи. И я здесь всегда вспоминаю, я извиняюсь, матерщину. Вот когда люди матерятся, они имеют в виду прямо то, что они говорят, или это тоже фигура речи? Я думаю, это все-таки фигура речи определенная. Это такой метафорический, символический язык, который направлен на то, чтобы оскорбить оппонента, вывести его из себя, затронуть его эмоции, а вовсе не для того, чтобы сказать то, что сказано. То же самое вот эта риторика поношения. Но тут вот интересный вопрос. Для них две тысячи лет назад это было все ясно. Прошли века, и многие верующие, или священники, или богословы, стали понимать это как одно к одному. То есть, они поговорили, ехидны, порождение сатаны, и пошли чай пить. А сейчас? А сейчас некоторые действительно пьют. Да, действительно, это синагога сатаны, действительно, это дети дьявола. И это, знаете, вот то, что в нацизме, в российской идеологии, там же было различие. Вот есть раса, есть высшая раса, есть низшая раса, но это в пределах человечества. А есть антираса. Вот это они, они вынесены... За пределы. Вот о чем идет речь. Хорошо. Все-таки, вот конец света, антихрист и иудей. Какая связь? А связь вот какая. Значит, в ходе вот этого очень напряженного диалога, включающего всякие самые разные оскорбления, вот, у некоторых отцов церкви было желание, ну, найти какие-то основания в Писании, основания, на которые можно было опираться, для того, чтобы еще добавить, так сказать, аргументов. И вот, прежде всего, Ириней Леонский, его ученик Ипполит Римский, они тщательно проштудировали, значит, Писание и нашли там буквально 3-4 упоминания, где говорится о колене Дана и о том, какой нехороший Дан, что он... На всякий случай, маленькое перемещание, что речь идет о племени Дана, не о том, что какой-то исторический Дан с больным коленом, а это деление на племена. Да, колены, это, да, в их риторике, ну, да, мы, наверное, наши слушатели поймут лучше, если мы будем говорить о племени Дана, да, да, группа какая-то родственная, да, вот, то есть было вот 12 племен, 12 колен Израиля, да, и вот среди них вот это вот колено Дана, ну, племя Дана. И вот этот Дан, он очень нехороший, он устраивает всякие гадости, но, мало того, он очень агрессивный, он очень авторитарный, и он потом будет судить, значит, всех своих, но там же говорится, он будет судить из своего колена, из своего племени, не всех израильтян, а вот из своего колена. Ну, но тем не менее, вот из этих отрывочных, очень коротких каких-то фраз, значит, вот эти отцы церкви выудили целую концепцию того, что как раз вот Дан, он, это вот эта отрицательная величина. Но остальные 11 колен Израилев, они же тоже евреи? Да, они тоже евреи, но он, в конечном итоге, он как бы работает на злую силу. Вот он-то, вот тут логика-то какая, вот кто помогает сатане? Вот как раз, вот эти люди, вот Дан и его, так сказать, сородичи, его приближенные, что ли, а он сам, он хочет установить мировое господство. Вот это они вычитали. А из этого дальше, вот логика какая-то, очень интересно понять эту логику. Значит, потомки Дана именно поэтому и будут ближайшими соратниками Антихриста. Теперь кто такой Антихрист? Это вот иудеи тоже ждут свою мессию. Но мессия иудейский, ну, как Достоевский писал, значит, либо то, либо то. Вместе это несовместимо. Значит, либо мессия иудейский, либо мессия христианский. Вот, если есть мессия христианский, значит, иудейский мессия, он Антихрист. Ну, во времена Федора Михайловича может быть, а мне вспоминается Акакий Акакевич, значит, который спрашивает, будешь кофе или булочку? Вот, ну, позвольте, а почему не, зачем выбирать? Насколько я понимаю, в Римно-католической церкви благодаря Второму Ватиканскому собору все как-то смягчено, потому что иудеи ожидают пришествия мессии, но это тот же самый мессия, который приходил, который признали мы. значит, но они его признают в следующий раз, на Втором пришествии, но одно не противоречит другому. Так вот, видите, это Второй Ватиканский собор, который резко изменил ситуацию. Ну да. А если мы возьмем то, что было до него, особенно там XIX век, еще более ранее, то там антисемитизма хватало и в католической церкви тоже, и в протестантской тоже, если вы вспомните там речи Лютера. Вот. Но можно чуть-чуть скакнуть через эту бездну веков, потому что вот Сергей Нилу с протоколом сионских мадрецов, но затем ведь такой некоторый провал, потому что протоколы в Советской России не издаются, не обсуждаются. Нилус скончался там в конец 20-х, вот. И вдруг перестройка тоже, в общем, ну у вас есть пронационно-патриотические тенденции, но это тенденции. И вдруг 94-95 год движение, возглавляемое отцом Александром Шургуновым, антихрист в Москве. Мать честная, кто мог подумать? И речь шла не о Чубайсе, а буквально об антихристе. На ваш взгляд, это была для Шургунова фигура речи, которая его постепенно засосала и стала диктовать определенный дискурс? Или он действительно эсхатологически настроен? то есть, вот это, как говорится, вопрос интересный, потому что ответа у меня на это нет, я не знаю. Понимаете, вот когда имеешь дело с этой литературой и с какими-то текстами, с речами, с высказываниями, всегда ставишь вопрос, что это такое? Человек реально верит? Или это фигура речи? Он что-то за этим скрывается? Какие-то другие интенции, другие мотивы? и мне очень часто трудно ответить на этот вопрос. Я на другой вопрос отвечу. Это началось не в середине 90-х годов. Дело в том, что мы опять должны вернуться на 150 лет назад. 150 это в пределах. Понимаете, как интересно? Ну, хорошо, а можно под серию тогда уж, потому что когда Владимир Соловьев пишет перед смертью повесть об Антихристе, то это четко фантазия. Он использует сюжет, немало не веря в приход Антихриста. Он просто хочет обличить китайскую угрозу. Но это литературный прием, безусловно. Не только китайскую. Дело в том, что турецкую. Да. Вот к вопросу о врагах. Понимаете, в чем дело? Как мне представляется? Вот священные тексты, они написаны таким языком, который, может быть, был понятен современниками, но с тех пор прошло, слава богу, там сколько времени. Это совершенно другое общество, это совершенно другой контекст, это другой язык. И только профессионалы-историки, лингвисты, филологи, которые туда глубоко, ну, богословы, наверное, которые туда влезают глубоко, вот они пытаются разобраться. Действительно, особенно западное богословие, там очень много сделано в этом отношении. Вот, и все больше понимают, что многое зависит от контекста. Без понимания контекста ты ничего не поймешь. А, так сказать, вот на поверхности для общества, так сказать, для людей, которые вот не в теме, что ли, вот, или где-то там рядом за пределами, для них это все смотрится иначе. Вот, человек где-то 2000 лет назад что-то сказал, имея в виду совершенно конкретные вещи, а сегодня это смотрится как нечто, что связанное вообще со всем человечеством. Вот. Вот я вам скажу одну вещь, довольно интересную. антисемиты религиозные, они обычно цепляются к выражениям, которые содержатся в Талмуде или в Шулханарухе, вот, которые действительно выражения, ну, нетолерантные, скажем так. Атеисты цепляются к домострою. Вот. Но, но в чем там дело? Вот одно из этих выражений. Значит, оно звучит примерно так, что главного гоя убей. Что это значит? Это было сказано во время восстания Бар-Кахбы, когда израильчане восстали против Римской империи. В 130-м году. И под главным гоем имелся в виду Римский император. Вот о чем речь шла. И это была война, это была действительно жестокая рубка. Вот. Но сегодня, вот я гляжу тексты, это с ужасом главного углу и убей. Это значит, ведь речь идет как бы вот. А совсем других вещах. Вот. А в иудаизме, значит, там своеобразная очень норма, как бы, сохранения, ну, сохранения наследия. Вообще, все в православии нормы. Ну, ну, да, и в православии. Ну, вот все, что было, как бы, не выкидывается в помойку. А все это собирает, ну, в Генизе такая, да, как бы. Ну, в Генизе, это все-таки, скорее, такая свалка сакральных предметов. Да, ну, не только предметов, но и текстов. Вот это все-таки не свалка. Но и текстов. Это аналог Типикона, святых отцов. Нет, ну, в Генизе и тексты. И там очень много текстов. И вот ученые, которые... Да, там очень много... Но это не выкидывается, это все хранится, как бы. И благодаря этому, кстати, ученые очень много все обнаруживают сегодня, когда начинают там искать. Вот. Но дело вот в чем. Значит, мы имеем дело с метафорическим, символическим, аллегорическим языком, который очень непросто понять. Поэтому обычно люди, которые не делают специальных каких-то исследований, они берут эти тексты и они понимают их, исходя из того контекста, в котором они живут. Как на средневековых картинах. Вот вы видите, вот там святые, они в средневековых доспехах. Потому что средневековый человек так это видел. Хотя на самом деле речь шла о каких-то людях, живших в античности. Вот. Так вот. Вот когда начинаешь анализировать комментарии на апокалипсис, которых становится все больше и больше, начиная со второй половины 19 века. Вот видишь, что начинается это с чего? Что главные это враги, которые вот как бы там намеками говорится в апокалипсисе. Это прежде всего это турки и поляки. Почему? Потому что 19 век, что это такое? Это начинается с войн против Турции, потом это польские восстания, и вот где-то до последней четверти 19 века это вот это. Потом то, о чем вы говорите, китайская угроза, потому что близится война с Японией, вот там все нарастает, и Владимир Соловьев это почувствовал. И это не только он, там есть масса текстов этого как раз времени о китайской угрозе. Но конец 19 века это еще и нарастание революционной борьбы, это революционного движения. И постепенно в этом все больше и больше начинают участвовать евреи. И они действительно видимы, заметны. Причем почему они участвуют? Тоже, понимаете, одно дело тот, кто верит в этот миф, он говорит, они потому участвуют, и есть тексты, в которых все это описано, они потому участвуют, что они готовят приход Антихриста. Потому что они по определению, вот ссылаясь на вот тех отцов церкви, о которых мы говорили, значит, говорится о том, что вот они-то его и ждут, они готовят для него трон. На самом деле, если разобраться, почему они шли в революцию, понятно, почему. Потому что дискриминация, потому что лишение всяческих прав, и они просто борются, так сказать, за выживание. Я не буду в это вдаваться, тоже, это очень большой материал, очень интересный, но, тем не менее, вот, почему потом они участвовали и в революции 1905-го года, и в революции 1917-го года, вот ровно поэтому. Вот, теперь, очень важный вопрос, который мне очень хотелось затронуть. Значит, вот, ожидание антихриста, его ждут на рубеже веков обычно, его ждут через какими-то вот ощущениях каких-то очень серьезных изменений, и в частности, вот на рубеже 19-го, 20-го века, это всплеск вообще апокалиптики, очень много всего, вот, но дальше что происходит? Его ждали, вот революция, вот мир рушится, все рушится, вот сейчас, завтра он придет, и даже есть выступления отдельных священников, которые говорят, они вчера еще не ждали, а сегодня они задают себе вопрос, неужели же пришли действительно последние времена? и потому что вот они видят то, о чем они так сказать разговаривали, что было в риторике, вот оно и происходит, но происходит революция, действительно происходит гонение на церковь, но нет же апокалипсиса, антихрист же не приходит, и так в истории происходило много-много раз, и значит, как это объяснить? И объясняют опять-таки тем, что значит, есть какая-то сила, которая не пускает антихриста в мир, что это за сила? И вот находят, значит, в выступлениях апостола Павла, значит, ссылку на по-гречески это катехон, а по-русски это будет удерживающий, значит, предохранитель, предохранитель, торомс, как хотите, кто-то, что-то, удерживает, что, и вот дальше начинается большая дискуссия среди богословов, и не только богослов, что же это такое? Что же это такое? Как это понимать? Очень разные решения. Тогда, вот, 2000 лет назад, это понимали, как Римская империя, которая держит, хотя в то же время, между прочим, тогда она вот при Христе... Демонизировалась. Да, демонизировалась. Но потом-то, при Августине же, когда христианство стало уже, так сказать, официальной идеологией, что ли, или религией, они помирились, значит, вот, либо Римская империя, либо Римский император, но потом империя-то падает, Византия падает, Ну, есть четвертый Рим, третий, третий. Нет, так что, так все равно вопрос, вот империя падает, значит, в чем дело? Значит, это не Римская империя, а империя вообще. Значит, это может относиться и к Германской империи, и к Российской империи. И к Российской. Ну, тут и столб нашел. Но дальше, в 17-м году падает и Российская империя. Но нажат жалость, Виктор Александрович. А Антихристы не приходят, значит, в чем дело? И вот возникает вопрос, значит, это вообще вот здесь, в нашей среде, среди православных, русских православных, что это либо русский народ, либо русская православная церковь, либо Россия как таковая. Вот это очень важно, потому что вот это сегодня в дискурсе все время присутствует. А дальше, понимаете, вот я закончу, потому что тут опять логика эта продолжается. Значит, Россия как оплот порядка и оплот единственной верной религии, вот она сопротивляется. А вот Антихрист а за пределы России, он уже пришел. За бугром. Вот. Отсюда перекидывается мостик уже к антизападничеству, к антиамериканизму, потому что выходит, что Россия здесь, Катехен, Россия сопротивляется, а вот Антихрист там уже он приходит. И поэтому объясняется, почему Россия сопротивляется и почему вот эти внешние силы на нее нападают. Тут есть логика. Логика есть. Я нашим слушателям напомню, что это радио свободопрограмма с христианской точки зрения об Антихристе, евреях, кого больше боятся современные русские православные. У нас в гостях Виктор Шнельман, автор целой трилогии по этому вопросу. У вас в последней книге, собственно, от колена данного, последняя глава, она ведь посвящена подобной же проблеме на американском сюжете. Насколько я понимаю, американская поддержка Израиля как государства во многом вдохновляется тем, что консервативные американские баптисты, ну, так называемые южные, Southern Association, ну, прежде всего, у нас в России знают Билли Грэм, вот, они буквально, понимая апокалипсис, считают, что битва между силами добра и зла должна произойти в долине Мегиддо. Ну, в русской культуре чаще говорят Армагеддо, но это долина Мегиддо. Значит, для того, чтобы в этой битве победить, надо поддержать Израиль, потому что это же часть израильской территории, значит, надо помогать. И тут нигде нет антисемитизма. Это еще одна очень интересная тема, потому что там очень амбивалентные отношения. Я попрошу без матерных выражений. Двусмысленное, я скажу, сказал бы, отношение, потому что антисемитизм иногда там есть, но все же евангелические христиане, опять же, они разные, я не хочу здесь обобщать, но определенная их часть, вот, они действительно придерживаются вот той самой парадигмы, взглядом, концепции, о которой вы только что сказали. Да, надо помогать Израилю, да, надо помогать ему построить третий храм, вот это важный сюжет, который обсуждается и здесь, сегодня. Вопросы... Что, и в России тоже? Нет, вот в тех кругах ксенофобских, о которых... В российских? Да. Скидываются на третий храм Соломона? Нет, наоборот, обсуждается, что... Понимаете, тут, опять же, вот к вопросу об этом мифе, о котором мы сейчас говорим. Значит, вот есть миф, дальше люди смотрят, а что же происходит-то? А ведь происходят-то ужасные с их точки зрения вещи, потому что израильтяне или евреи вернулись на свою родину? Вернулись. Это ужасно. Так это же в соответствии с мифом. Они же должны вернуться. То есть в Москву и в Питер евреям нельзя, в Иерусалим нельзя. Так нет. Нет. Своё государство они построили, построили. То есть реализуется пророчество, которое заложено в этой концепции. Дальше. 67-й год. Они возвращают себе, значит, старый город с храновой горой. И, значит, что осталось? Осталось только построить третий храм. И действительно, Израиль это страна, хоть и маленькая, но очень тоже разнообразная. Там есть и ультра-ортодоксы, в том числе там есть и группы, которые действительно хотят построить третий храм. Хотя они очень маргинальны. Но маргинальны, маргинальны, но все утро уже отлили. И причем она из золота. А вот эти американские евангелические христиане, они их как раз очень поддерживают. А у нас здесь пишут, ссылаясь на это, что вот, демол, вот смотрите, что происходит. Вот они же ждут действительно. И тут уже все переносится вообще на всех американцев и на всех израильтян, что вот они действительно уже все готовы для строительства третьего храма. и поэтому вот, 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 поэтому все это вот и происходит. И значит, завтра они возведут третий храм, а что это значит? Антихрист вернется. И все начнется. И все начнутся все ужасы. Но тут в связи с этим мифом важны две позиции. И очень важные две позиции. Где ставить, так сказать, акценты? Либо вы ждете последних времен, так сказать, с вдохновением потому что кончится это тем, что Христос же вернется. Вот. И это же радость. Так ведь заканчивается это апостол Павла Гредимаран, то есть господин Гредимаран Апа. Да, вот этот акцент ставят евангелические христиане в Америке. А можно ставить акцент иначе на то, что начнутся последние времена со всеми ужасами приходит Антихрист. Ну, какие ужасы? Ну, не хочешь же ГУЛАГа? ГУЛАГ где-то остался... Понимаете? Позвольте. Вся Мордовия пока еще ГУЛАГ. Да. Тут есть разница. Одно дело, то, что все-таки происходило когда-то, пусть ужасно, но оно уже где-то сзади. А другое дело, то, что ждет нас впереди. И это касается нас, наших детей. Вы это говорите как антрополог, потому что я как христианин, у меня что-то тикает из пятой главы Евангелия от Матфея, что если человек голодный, накорми его. Этот голодный ведь не в 29-м году, не в 48-м, а он сегодня голодный. Если кого-то бьют ногами в полиции в Москве, то это сегодня происходит безо всякого Антихриста. Значит, надо помогать сегодня, а не в Израиле там высматривать, строят храм, не строят. Мы сейчас говорим об определенной маргинальной линии. То есть, это какие-то люди с такой дальнозоркой оптикой, которые хорошо видят, что происходит на храмовой горе, но совершенно плевать, что происходит в Москве. Да, вот я бы сказал в кавычках, так сказать, дальнозорки и все видят, да, но эти обсуждения происходят, регулярно происходят конференции, где они собираются и все это обсуждают. И вот до недавнего времени митинги происходили, вот самые разные. Митинги навстречу Антихристу или, ответим, на приход Антихриста, перехода на Матинский митинги, которые призывают к тому, чтобы Катехен, так сказать, исполнял свою роль, правильно исполнял, то есть, удерживал все-таки, потому что я сейчас хочу еще один сюжет просто поднять, где, так сказать, концентрируется вот это внимание этих людей последние лет там 15-20, он около 20 лет, и это, вот это печать Антихриста 666, это штрих-коды, это, значит, электронные документы, это то, что сейчас как бы постепенно вводится, и еще правительство хочет вводить, но то, против чего активно возражают вот эти люди, потому что это тоже можно воспринимать по-разному, вот, скажем, так сказать, прогрессивного человечества, левые там демократы на Западе, они в этом видят покушение на личные свободы, потому что если все о тебе известно, и оно вот уже там в документах, вот, ты себя чувствуешь уже как-то вот не уверенно, потому что ну, я знаю эту позицию, мне она кажется, ну, как минимум, не христианская, не религиозная, потому что, ну, знаете вы обо мне все, что угодно, я отпечатки пальцев сдавал, буду сдавать, душу все равно ведь не зашифрует никто, внутренняя свободу, у многих людей, может быть, у большинства людей все-таки есть какая-то интимная жизнь, и они не хотели бы, чтобы кто-то, тем более государство, тем более какие-то спецслужбы, туда вторгались. Минуточку, а тогда вот то, что вы описываете, зовут же удерживающего, чтобы как раз залезли в интимную жизнь? А как государство может, что бы то ни было контролировать, только еще больше ввинтиться в душу? Ну вот, те люди, о которых мы сейчас с вами говорим, они считают, что все эти штрих-коды, электронные документы, и это печать антихриста. И вот против этого надо возражать. И против этого, вот особенно в 2000... Но против цензур они не возражают. Нет. Нет, против законов о борьбе с экстремизмом они не возражают. Нет. Против права Российской гвардии национальной входить в квартиру без ордера они не возражают. К вопросу об интимной жизни. Ну вот, понимаете, во всех этих позициях они всегда очень противоречивы. Я такое вот использую. Очень суцельно. Минуточку. Но дело в том, что у меня-то по старости я лучше помню то, что было, когда я был молодой. Вот когда я был молодой, государя императора Петра Алексеевича звали Антихристом. Не евреев, а Петра Великого. Да. Потому что эсхатологические настроения были те еще. Но они как-то не звали Петра Алексеевича на помощь, а наоборот. Они от него бежали в леса. Нет, но Антихриста же на помощь не зовут. Да. Так, а почему сегодня Антихриста боятся? Вместо того, чтобы того, кто в Кремле называть Антихристом, его как раз называют предохранителем и просят предохранить еще больше. Это последствия революции? Это тоже очень интересный момент, который заслуживает анализа и хорошей работы. Потому что в Штатах одно время, ну, совсем недавно еще, значит, вот некоторые идеологи христиан-евангелистов, они Обаму называли Антихристом. И очень много публикаций о том, что Обама Антихрист не тянет. Ну, это вам кажется, что не тянет, а им вполне казалось, что тянет. Вот. Потом они называли Владимира Владимировича Антихристом. Потом, что самое поразительное, где-то год-два назад... То есть, американские евангелические христиане называли Владимира Владимировича Антихристом? Да. А вот где-то полтора-два года назад среди них появились люди, которые вдруг просветились и поняли, да нет же, он же свой, потому что он же делает все, как бы вот, чтобы мы их тоже хотели. И вот они на 180 градусов они изменились. И стали как раз писать о нем, что он вот совсем даже делает правильные вещи. Это вот тогда сын Билли Грэма собрался в Москву проводить конференцию, но она как-то сорвалась. Ну, вот определенные там были, да, потуги, переговоры. Все, все это... И это очень все интересно. Я просто хочу, а чем тогда удерживающий Катехан, предохранитель отвечает на эти любовные призывы? Он как-то реагирует? Говорит, да, потому что вы в своей книге ведь ссылаетесь на доклады на Валдае, на Сельгере, по-моему, тоже, такие сфотологические, но это же не разговор в пивной, это на государственном уровне осуществляет инициатива. но все-таки на государственном все-таки у нас в этом отношении пока еще есть разделение обязанностей. И все-таки наше руководство не говорит церковным языком. Все-таки церковный язык остается, так сказать, вот в лоне церкви. Ну, я не уверен, что это можно назвать церковью. Ну, это уж другой вопрос. Но, короче говоря, разные, так сказать, вот эти две половинки, они говорят все-таки немножко разным языком и разная у них риторика. Но один из самых знаменитых авторов, которому выделили целую главу, Назаров, Михаил Назаров, он же ушел из русской православной церкви Московского патриархата в какую-то такую очень странную... Ой, он несколько раз уходил, но он такой профессиональный раскольник, как бы. Но, тем не менее, у него есть сайт, значит, русской идеи, он там очень много публикует, и сайт пользуется определенной популярностью, и он, самое интересное, вот что касается него. Понимаете, многие другие, которые обсуждают все это, когда дело доходит до того, до предложений, а что же делать, а как же поступать, многие останавливаются на том, что надо молиться, и все, вот молиться, и все. Это вы называете остановкой? Нет, ну... А, это они... А он идет дальше. Он... Он хочет... Дальше Христа, потому что, по-моему, насчет молиться сказал Господь Иисус Христос, я хорошо помню. Назаров написал, значит, целую книгу, которая называется «Вождю Третьего Рима», где он практически это разработанная политическая программа, которую следует реализовать вот «Вождю Третьего Рима». Минуточку. Но, опять же, вот я хорошо помню, раньше эсхатологии, вот это ожидание конца света, человек сдвинулся и роет в себе какую-то яму, и там укрывается иногда с семейством, и там морит себя голодом, бежит в лес, и там морит себя голодом. А получается, по-вашему, что нынешнее ожидание конца света, как отец Александр Шургунов, ускоро конец света и посылает алтарников громить выставку в центре Сахарова. Ну да. То есть, вместо того, чтобы лечь и ждать, реакция оказывается прямо противоположной. Алтарников потом вознаграждают их, делают священниками. То есть, это активное сопротивление. Активное сопротивление. Но, опять же, что сдвинулось в голове у этих людей? Это, опять-таки, мы говорим об активном сопротивлении, но активном сопротивлении, в общем, довольно маргинальной части нашего общества. Это небольшая часть, это, так сказать, ну... суд же взял в сторону погромщиков. молодежные боевики. В связи с Сахаровским центром, да. И осудили как раз Юрия Самодурова, который организовывал выставку. А в связи с погромом Манежа Божьей силой, значит, несколько лет назад, суд взял другую сторону, так сказать, там... А тогда встает вопрос. Вот был такой художник, потом он стал канцлером Германии. Когда он стал канцлером Германии, он приказал вырезать своих бывших товарищей, штурмовиков Рэма. Всякое государство предпочитает монополию на насилие. Это верно. И когда я слышу, что где-то... Ну, ведь перестройка началась суда над антисемитом. Асташвили, да? Ну, да. В начале 2000-х судили и посадили, по-моему, на три года Константина Душенова, который, кажется, писал многие тексты петербургского митрополита Иоанна Сычева. Его посадили. Причем его посадили за тексты, за издания журналов, в которых печатали... За фильм его посадили. За фильм. Но в этом фильме выступал с антисемитскими речами архиерей Московской патриархии. Архиерея не посадили. То есть наказали микрофон. Ну, да. Не того, кто дал микрофон, а не того, кто выступал. Ну, да. Почему посадили? Потому что... Ну, в качестве гипотезы, что вы скажете. Потому что вот государство предпочитает монополию на насилие и как Гитлер со штурмовиками в какой-то момент таких вот хунвейбинов использует как таран. А когда они роль сыграли, пошли прочь. Ну, в общем, да. Государство предпочитает монополизировать насилие. Это верно. Но это означает тогда, что все-таки идея конца света и государства близка. Только она хочет само с ним бороться без... Или, во всяком случае, контролировать своих помощников. Ну, тут я бы на эту тему не стал обсуждать, потому что бывают разные государства совершенно, но любое государство, в общем, в какой-то мере исполняет функцию насилия. Потому что есть законодательство, которое определяет нормы поведения. Да, есть наказание за нарушение этих норм. Так что любое государство... Хорошо. Давайте государство мы оставим в покое. Оно всего лишь функция от людей, которые в нем живут. Ну, да. У нас осталось буквально две минуты. Все-таки, на ваш взгляд, вот когда мы начали, Юрий Табак сказал, что если из православия вычеркнуть антисемитизм, то, может быть, и православие не останется. На ваш взгляд, это действительно так? То есть, мне это было бы очень... Если вы скажете, да, я очень расстроюсь. Я все-таки культурный антрополог. И у нас есть определенная этика. У антропологов? Да. У нас тоже, у православных. Ну, надо думать, да. И мы как бы вот не имеем права что-то там красить совершенно черной краской. Ставлю вопрос по-другому. Отец Александр Мень, с вашей точки зрения, он проходил по ведомству тех, кто изучает православие? Он православный смещенник? Ну, я думаю, да. А, ну, он же не был антисемитом. Он же говорил, что история церкви только начинается. Не спешите печь коровай для антихриста. Именно об этом я и говорю. Поэтому в этом отношении я с Юрой не согласен, потому что, я думаю, православие, как любая религия, может вполне обходиться без ксенофобии. Я думаю, православие тоже может провести какой-нибудь такой второй Ватиканский собор. А зачем? Православие во Франции, в Америке, православие в Бельгии. Оно что, очень ждет антихриста? Вы же знаете немножечко там ситуацию? Понимаете, там тоже очень разнообразная ситуация, потому что... Ну, вот вы ссылаетесь на Роуз, вы описываете феномен отца Серафима Роуза. Но это же был маргинал в американском православии. Все-таки американское православие это более двух миллионов человек. В основном греки. А это неофит, который сперва съехал на буддизм, а потом переехал в православие. Но там и там был экстремистом, говоря, современным языком. Ну, да, но есть же русская зарубежная церковь, которая сейчас вот слилась, но долгое время она была сама по себе. Но она же слилась во всех смыслах этого великого русского слова. То есть, все-таки антисемитизм может обойтись без православия, и православие может обойтись без антисемитизма. Конечно. Это контакт случайный, а не существенно закономерный. Не думаю, что это существенно закономерный. Хотя там есть, конечно, серьезные корни, но в западной церкви тоже были серьезные корни. И тем не менее, тут вопрос как бы... То есть, выдергивается антисемитизм с корнями. Вопрос воли. Вопрос воли. Да будет воля твоя, я каждый день это прошу. На этом мы вынуждены закончить программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную ожиданию антихриста и антисемитизма в современной России, их связи. У нас в гостях был Виктор Александрович Нерельман, автор целой трилогии монографий по этому вопросу, включая последнее «Колено данного» и «Антисемитизм». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова